Сам Лотто, он был родом венецианец, годы его жизни, в 1480-м он родился, в 1556 году он умер. Собственно, его эпоха – это эпоха расцвета Венецианской республики. Если бы, скажем, шекспировские персонажи на самом деле существовали, то его современниками были бы Шейлок, например, и Отелло. А так он был современником, младшим современником Леонардо да Винчи, современником Рафаэля. В годы его жизни в 16 веке в Венеции, собственно, процветали и изобразительные искусства. Тициан, Веронеза, семейство Беллини, Карпаччо чуть раньше. И музыка процветала. Братья Андрея, Джованни, Габриэля, знаменитая органная музыка, хоровая венецианская. И, собственно говоря, сама республика, она была на вершине своего политического могущества. Но, тем не менее, хоть и венецианец, Лотто, он прожил большую часть жизни не в самой Венеции, а в окрестностях. Почему так получилось, непонятно. Дело в том, что очень мало сведений сохранилось о его жизни. Джорджи Вазари, который упоминает его в своих жизнеописаниях знаменитых живописцев, скульпторов, он его все время путает с другим художником. И потом так сложилось в истории искусства, что его картины очень часто приписывались другим художникам, в том числе Дюреру или Гальбейну или тому же Тициану. Есть какие-то смутные свидетельства о том, что у него были некоторые неприятности, некоторые разногласия с Тицианом. И Тициан занимался тем, что выживал его последовательно из Венеции. И в итоге получилось так, что в течение своей творческой карьеры он прожил буквально не более 15 лет последовательно в Венеции с 1511 по 1525. В конце XIX века знаменитый американский критик Бернард Бернсон восстановил его доброе имя, восстановил картины, которые действительно писал Лотто, которые приписывались другим художникам. Где-то около 1552 года Лотто, измученный и вправду своими неудачами, пытался устроить аукцион из своих работ в Анконе и почти ничего не продал или продал за мизерные суммы. И он становится не монахом, но светским братом в святилище святого Дома Богородицы в Лоретто. Мы еще упомянем об этом святилище, потому что для него он создал свою работу, то, что мы видим перед собой, это, видимо, последняя работа Лотто, созданная в 1554-55 годах. Все западные и восточные, то есть византийские и русские изображения на этот сюжет, принесение во храм или введение во храм или сретение, они основаны на одном единственном тексте евангелиста Луки. Он смешивает два, на самом деле, ритуала. Он говорит и об очищении Матери Христа, и о выкупе за младенца, перворожденного. То есть, как потом будет, наверное, говорить, на самом деле было два ритуала. Но Лука, он говорит об этом как об одном событии, хотя на самом деле должно было быть их два. И вот отсюда, из-за этой путаницы или сознательного какого-то смешения, идет, на самом деле, тонкое некоторое разделение. Очень рано есть свидетельства о том, что праздновали это событие. Первое свидетельство конца IV века в Иерусалиме. Паломница Эгерия или Этерия испанская, она пишет о том, что вот это событие праздновалось, и называлось оно тогда Сретение. И потом на Востоке этот праздник все время называется Сретение. Сретение – это встреча. Это встреча старца Симеона с младенцем, которого приносят в храм. На Западе же, когда этот праздник появляется, впервые свидетельства о том, что он на Западе празднуется, они относятся к концу V века в Риме, этот праздник называется Очищение блаженной или благословенной Девы Марии. И вот под таким названием этот праздник, он известен на Западе, он называется то Очищение Девы Марии, то Внесение во храм и никогда как встреча. И получается, что на Востоке до настоящего времени акцент делается вот на этой встрече, встрече старого и нового, скажем так. А на Западе, наоборот, делается акцент на личности Девы Марии и, может быть, на воплощении, на самом младенце Христе. И вот это вот надо, наверное, иметь в виду. Вот это вот вообще самое первое изображение введения во храм. Это мозаика триумфальной арки в церкви Санта Мария Маджоре в Риме. И здесь иконография еще не сложилась, и мы видим нечто необычное. В центре женская фигура, Богородица держит младенца, и она в костюме византийской императрицы. И вообще здесь очень сильное влияние Византии. И вот здесь вот старец Симеон, он где-то сбоку, вот он бежит, покрыв руки, бежит навстречу младенцу, то есть вот это вот как-то подчеркнутое его движение и подчеркнутое его благочестивый жест. Покрыть руки, это в Риме и на Востоке, был такой жест приближающегося к божеству, приносящего жертву, то есть он как бы вот подчеркивается, что он приближается не к простому какому-то мальчику, а к самому Богу. И тут же рядом с ним стоит Анна, пророчица, упоминающаяся в тексте Луки, которая делает так называемый жест пророчества, она поднимает руку, то есть она говорит что-то. В центре стоит Иосиф, и кроме того присутствуют три ангела с нимбами. Вот этих ангелов их, в общем-то, больше потом никогда не изображают в этой сцене. А сюда они попали, видимо, из каких-то восточных апокрифов, где упоминается о том, что ангелы образовывали некую стражу, Христу, который находился на руках своей матери. К IX веку уже складывается, в общем-то, иконография этого праздника. Это крест из базильки святого Петра, крест такой реликварий, где находятся частички истинного креста Господня. И вот тут вот перед нами сцена, опять же, Сретения, ну уже не византийского Сретения, скажем так, а такого западного введения во храм. И здесь появляется элемент, который будет все время играть очень важную роль, в том числе и на картине Лотта. Вот этот вот белый прямоугольник под младенцем Христом – это престол. Или алтарь, если на западной манер его называть. Дело в том, что на Востоке, собственно, престол, он мог присутствовать, мог не присутствовать. Дело чаще всего происходит даже как бы вне храма. А на Западе делается акцент на том, что дело происходит внутри храма. И алтарь очень важен. Он как бы центр всей композиции. Делит его пополам. И с одной стороны снова перед нами Симеон, с другой стороны Дева Мария, которая держит младенца. И за ними видны фигурки Иосифа и Анны. То есть это главные четыре персонажа, которые обычно присутствуют в этой сцене. Но хотя алтарь, он играл такую важную роль, это не значит, что художник обязательно должен был его изображать. Такого не было. Вот это вот фреска пизанского художника Альтикьера конца XIV века. И здесь он ориентируется все-таки на частично на византийскую еще традицию, потому что алтарь присутствует здесь, но присутствует сбоку. Вот тут вот где-то вдалеке, и важной роли не играет. Здесь вот на первом плане все-таки встреча человека и божества. Что потом происходит с этой сценой? Сейчас мы быстро пройдемся по всей истории искусства Долотта. Где-то в XIII веке начинает появляться все больше и больше людей в этой сцене. Вот, например, это Никола Пизана. Это рельеф для кафедры проповеднической, собственно, в Пизе. И здесь вы видите огромное количество уже народа. Даже трудно вычленить главных. Вот Богородица, старец Симеон. И появляется еще важная фигура, такой бородатый человек. Это первосвященник. И отсюда уже один шаг до того, что сам Симеон начинает изображаться в виде первосвященника. Видим, что в тексте Луки нет никаких указаний на то, что старец Симеон какие-то вот такие функции исполнял в храме. Просто он там пребывал. Но на картинах, особенно на картинах северных, то есть на немецких, на французских, на нидерландских, старец Симеон, он в такой священческой одежде, иногда в священческой одежде того времени, в которой была написана картина, иногда в священческой одежде, как они представляли себе одежду первосвященника. Вот видите, вот он стоит и принимает младенца у Марии. Были такие апокрифы, где рассказывал, что старец Симеон первосвященник, но в искусстве популярность вот такой трактовки она просто приобрела очень большое значение. В 1338 году впервые старец Симеон был изображен как первосвященник, и потом на протяжении и всего конца XIV века, всего XV века он так изображался. И тогда же еще одно нововведение в XIV веке. Богородица в этой сцене, она встает на колени. Вот здесь вот она встает как бы на одно колено. Это картина Джентиля до Фабриана итальянского, в Лувре находящейся. Бывает так, что она встает на оба колена, но в любом случае подчеркивается ее кротость и смирение. И это часть общей тенденции такого позднего средневековья, когда хотят подчеркнуть то, что Мадонна, она смиренная, она кроткая, Дева Мария, она как бы не гордая, она не превозносится. И в сценах Благовещения она изображается, сидящей на полу, хотя рядом может быть скамейка. И в сценах Рождества Христова она стоит на коленях перед младенцем. И в сцене, соответственно, ведения во храм, она тоже встает на одно или на оба колена, чтобы передать младенца. Что касается храма, как он изображается. Вот мы говорили о том, что на Западе очень часто изображается внутри храма, но при этом не было вообще важно для художников передать какое-то реальное сходство. А о том, как выглядел храм, они, в общем-то, имели какое-то представление и по Библии, и по рассказам Иосифа Флавия. Тем не менее, было важно показать, что вот как он символически выглядит. Для них храм часто изображался в виде христианской церкви. Вот это видно на этой работе Жанна Фуке, как раз иллюстрация к Иосифу Флавию, вот показывается, как строится храм. Причем совершенно он не смотрит на текст, где описывается, как этот храм выглядел, а рисует такой готический собор, некоторую смесь Реймского собора и собора Нотр-Дам в Париже. То есть, если увеличить, то видно всякие детали красивые, тут вот скульптуры. То есть, показывается, видимо, то, что на самом деле христианская церковь – это и есть истинный храм, где идет истинное поклонение Богу, которое заменил этот храм древний. И могут быть различные варианты. Опять же, вот картина неизвестного итальянского художника, где изображено исцеление Христом одержимого на пороге храма, при этом храм изображен как флорентийский храм, в то время уже существовавший с куполом, который Брунеллески создал в XV веке. То есть, вот что для них такое храм. Еще какие есть интересные моменты. Есть второе название у праздника введения во храм на Западе. Он называется «праздник свечей». По-английски до сих пор чаще всего используется «кэндлмасс». Это связано с тем, что в VII веке при папе Сергии I была введена процессия со свечами, и с этими свечами потом было связано множество поверий, их благословляли. Считалось, что даже у нас тоже есть такие верования, что вот «Сретенская свеча», она охраняет дом от пожара, она вот как-то вот благословляет весь дом. И вот, например, это работа немецкого художника Стефана Лохнера. И здесь, на заднем плане «Сретня», а на первом плане «Процессия», множество, значит, детей мало-мало-меньше, они стоят со свечками. Я забыла сказать, что праздник на Востоке и на Западе, название разное, но он празднуется в один день, 2 февраля, но только у нас он по старому стилю, на Западе по новому. То есть один праздник, два названия, одна дата. Интересно, еще в итальянском искусстве на достаточно большом количестве изображений в этой сцене «Младенец Христос», он показан как очень перепеленутый, до такой степени, что вот эти его пелены, они напоминают даже, как бы пелены уже погребальные, а не младенческие. И это, в общем, тоже не случайно, так как этот праздник, он связан с тем, что вот как бы если это выкуп перворожденного, первенца, выкуп за то, что его не убили. То есть он не приносится в жертву во время принесения во храм, деньги приносятся за него. Но в то же время, на самом деле, Христос, он приносит жертву потом. То есть он как бы сам себя жертвует. И вот не напоминание, а как бы предчувствие этой жертвы, оно уже выражается. Вот Дева Мария отдает его, она уже понимает, что произойдет, потому что старец Семен говорит ей о том, что вот ей самое оружие пройдет душу. И младенец, он еще младенец, он перепеленутый, но он уже как бы свитый вот этими пленами, которыми он будет свит во гробе. Это работа доминиканца Франжелика. И то же самое мы видим в работе уже венецианца, Джованни Беллини 1464 года. То есть вот здесь еще, как бы это может быть более подчеркнуто, как бы он спеленут очень туго. И вот этот мотив жертвы, он может выражаться по-разному. Вот здесь, например, работа Тинторетта, это младший современник Лоренцо Лотто, примерно того же времени, вот это принесение во храм, что и Лотто писал, середина 50-х годов. Здесь Дева Мария, вот она в красном, плохо видно, она держит младенца на руках, она встает, чтобы положить его на этот алтарь. Положить его на этот алтарь, она кладет его сама. Вот более ранняя работа Пьетра Бемба, где младенец лежит уже на алтаре. И здесь вот видите, такой старец Семен, как иудейский преосвященник, вот Сталисом практически произносит какие-то над ним молитвы. Подчеркивается, может, идея выкупа на гравюре Дюрера служанка стоит на коленях, и она держит в руках такую корзинку, где содержится выкуп за первенца. Тут же то же самое происходит в работе итальянца Романино, где младенец, который удержит Семен, опять в одежде священника над алтарем, а служанка, встав на одно колено, она держит двух горлиц или двух птенцов-голубя. Бывают и совсем странные вариации изображения этой сцены. Это из одной рукописи конца XIV века, сцена, введение во храм. Здесь почему-то первосвященник стоит за старцем Симеоном в такой папской теаре, и он держит в руках огромный тесак. Здесь непонятно, то ли художник немного перепутался со сценой обрезания, то ли он опять намекает на жертву, которую Христос принесет. Иногда были изображения, где подчеркивается, что это ветхозаветный алтарь. И как они себе представляли ветхозаветный алтарь, как обычный, но в котором посредине горит огонь. То есть вот здесь вот перед этим огненным алтарем за ним стоит Симеон первосвященник, и на этом рельефе Бурнеллески то же самое. Стоит он уже точно в папской теаре, изображен первосвященник, положил руки на алтарь, и на алтаре вот так вот золотом выделен, горит огонь. Анна, которая может изображаться в монашеском одеянии очень часто, особенно в доминиканском, первосвященник, который записывает в книгу то, что происходит. Мы видим, что самые разные могут быть детали, но в целом художники, они делают все очень узнаваемо, эту сцену, трудно ее как-то не узнать. Они в рамках, в рамках некоторой иконографии действуют. Теперь, если посмотреть, что сделал с этим сюжетом Лоренцо Лотто, наверное, это самое удивительное, самое необычное с иконографической точки зрения изображение введения во храм в западном искусстве. Я уже говорила, что эта картина была его последняя, он написал, закончил в 1955 году. Кто был уже на выставке, те, наверное, обратили внимание, что она, это не маленькая картинка, она очень большая, ее размеры 172 на 137 сантиметров. То есть он ее писал не для себя, он ее писал по заказу, скорее всего, холст масла, но это обычное уже для высокого возрождения материалы, и, скорее всего, согласовывал каким-то образом разные необычные детали. Но серьезно никто этой картиной не занимался. И более того, вот эти вот необычные детали, они вызывают все время недоумение пока что у исследователей. Давайте посмотрим. Прежде всего, наверное, надо обратить внимание на уже знакомые нам моменты. Вот старец Симеон, тоже в Митре, напоминающей папскую, и в одежде первосвященника, он как бы вот делает такой жест, жест приятия благодати. Дева Мария, как Мадонна в смирении, стоит на коленях и протягивает ему младенца. За ней почти не видный Иосиф. Вот его лысина тут видна. И Иосиф держит свечу. Вот как бы то, что мы уже говорили про введение принесения во храм как праздник свечей. И за ними, значит, какие-то прислужницы, какие-то вот разговаривающие персонажи. Справа стоит пророчица Анна, тоже в монашеском одеянии. Алтарь. За алтарем стоят два таких вот персонажа уже в таких священческих одеждах. Один из них держит в руках голубя. И справа тоже какие-то вот присутствующие просто при этом лица. Это все понятно, это делает сцену узнаваемой, но при этом главное как бы в центре всего находится алтарь, который стоит на человеческих ногах. И такой детали действительно нету больше нигде ни в сценах введения во храм, ни в каких-либо других сценах. И более того, здесь плохо видно, но может быть вы действительно потом пойдете на выставку. Книга, да? Открытая книга. Кто ее держит? Руки и человек какой-то, а головы у него нет. То есть или это голова какая-то такая маленькая и втоплена в шею так, что книга ее полностью закрывает, то ли действительно Лотта изобразил безголового персонажа. То есть что это вообще может означать? И еще одна необычная вещь, если посмотреть на картину целиком, то мы увидим, что она в общем-то поделена по вертикали на две части, причем верхняя часть, пустое архитектурное пространство, она занимает столько же места, сколько и сцена с людьми внизу. Вот тут вот изображен монах на самом деле с бородой, который заходит вот в это пространство. Вот здесь его голова, он оборачивается назад, он проходит в дверь и оборачивается назад. А здесь за колонной очертания, только даже головы не видно, еще одной какой-то фигуры в черном, тоже видимо монаха. То есть, а что может означать вот это вот? Я сейчас выскажу какие-то свои соображения по этому поводу. Начну с алтаря на ногах и безголовой фигуры. Дело в том, что в Венеции того времени это был такой центр, наверное, ренессансного интереса к иероглифике. И под иероглификой понималось вот такой язык символов, который был выдуман египетскими жрецами для того, чтобы передавать сокровенную мудрость. Причем, значит, одновременно передавать его тем, кто в этом понимает и скрывать от тех, кто в этом не понимает. Это была очень популярная идея в эпоху Высокого Возрождения. Леон Батиста Альберти, известнейший гуманист, он писал в своих трудах, что римляне использовали иероглифику и правильно делали, потому что вот мы можем о символах как-то догадаться, что-то понять в них, а если записать буквами, то язык может исчезнуть, какой-то руссков. Вот они записали что-то, все исчезло, никто ничего не понимает, а символы римские, они, значит, все-таки нам понятны. И призывал художников тем же самым заниматься. И было несколько книг, в том числе прямо с таким названием иероглифика. В 1505 году как раз в Венеции выходит Альдус Мануци или Альдо Мануцио, такой вот венецианский первопечатник, он издает иероглифику «Горос сына Аполлона». В первой части этой иероглифики например говорится «Как изобразить то, чего не может быть?» Обозначает то, чего не может быть, рисуют человеческие ноги, идущие по воде. Или, желая показать то же самое иначе, изображает идущего безголового человека. А так как ни того, ни другого не бывает, то это удачно подходит для обозначения невозможного. И здесь у нас получается такое двойное на самом деле обозначение невозможного. И ноги без туловища есть, и туловище без головы существует. Такое, ну, может быть, это совпадение, но удивительно, что это совпадение, оно здесь присутствует. В искусстве той поры снова у Дюрера мы встречаем тот же символ ноги без туловища в его портрете императора Максимилиана. Есть такая серия ксилографии, изображающая триумфальную процессию императора. Она хранится в Британском музее. И там император изображен в окружении многих-многих символов из книги «Гора сына Аполлона». В том числе под ним есть такие ноги, отрезанные от туловища, даже не в воде, а просто ноги. И это, по мнению ученых, обозначает невозможность схем его врагов, которые император попирает. А что может в данном случае изображать невозможность? Видимо, вот это вот невозможное, невозможное для понимания человека сочетание божественного и человеческого во Христе. Его воплощение, оно невозможно. Но, тем не менее, оно произошло. Ну, такая, такая трактовка может быть. Что касается вот этого верхнего, пустого пространства, то оно странным образом напоминает вот эти вот аркады. Это палаццо-апостолика, то есть вот такое двухэтажное здание, где располагался монастырь, где располагался госпиталь монахов в Лоретто, где, как мы знаем, в последние годы Лотто подвязался и где он был светским братом и, собственно, для этого святилища в Лоретто он написал свою работу последнюю. Это святилище, оно очень интересно тоже с точки зрения связей, иудаизма и христианства с точки зрения связи Святой Земли и Европы. Дело в том, что оно хранит в себе реликвию ни больше, ни меньше, чем дом самой Девы Марии, перенесенный из Назарета ангелами или семейством ангелосов. Вот тут есть разные версии. По легенде, в конце XIII века этот дом был перенесен сначала в Хорватию, потом Богородица сказал, что она недовольна, ей плохо поклоняются и перенесли в Италию. В 1507 году это святилище пришло в прямое подчинение Папе Римскому, а в 1520 году паломничество Лоретто было приравнено по статусу к паломничеству Святую Землю в Рим и в Сантьяго до Компостелло. Потому что вот этот дом Святой Девы Марии, который внутри этой базилики находится, вокруг него она построена, это частица Святой Земли на земле Италии. И считалось, что в этом доме произошло благовещение, считалось, что в этом доме воспитывался Иисус до 12 лет и считалось даже, что в этом доме была сама Дева Мария рождена. В принципе, это входит в противоречие на самом деле с другими какими-то историями о том, где росла Дева Мария и где было благовещение. Но это никого не смущало. Итак, перед нами введение во храм внизу и какие-то узнаваемые архитектурные пространства вот этого комплекса Лоретто. Тут, может быть, две трактовки тоже. Ну, по крайней мере, две. Может, еще кому-то что-то может прийти в голову. Первое, то, что изображается действительно комплекс в Лоретто, вот эти вот аркады. И внизу вот то, что мы видим, это изображение какой-то инсценировки, какой-то мистерии, какого-то театрального действия во время праздника. А такие праздники происходили, и мы знаем, что вот введение принесения во храм или очищение Девы Марии, оно праздновалось очень широко в Лоретто. На этот праздник стекались паломники и вполне возможно были какие-то вот такие вот театрализованные представления. Второй, вторая трактовка, она заключает, она более символическая, скажем так, что вот это вот пустое пространство, которое над пространством ветхозаветного храма, это две реальности на самом деле. И вот этот вот храм, это храм ветхого завета внизу, храм ветхой религии, и над ним еще пустое пространство христианской уже церкви, которое вот рождается на наших глазах, оно пустое, оно темное, да, вот вы видите, здесь, конечно, слишком темное, но в принципе там оно действительно очень глубокая тень. То есть там еще ничего нету, но вот Христос, он уже воплотился, он уже начал вот как бы свое дело, и церковь, она начинает появляться из небытия. Я попытаюсь рассказать о том, что должно было бы быть на картине изображено, вернее, что художник, что Лотто пытался изобразить, и в какой мере это соответствует реальности, то есть что стоит за этой картиной, какая история, какие законы, какие обряды, да, то есть что мы можем увидеть как бы вторым планом за этой картиной, на что это указывает, да, то есть скорее мы будем говорить о картине как символе, символе чего. И как сказала Дельшат, совершенно верно, картина отсылает нас к одному единственному тексту, это Евангелие от Луки, вторая глава. Здесь у нас перечисляются три обряда. Первое – это обрезание, второе – это очищение Девы Марии, и третье – это предоставление Иисуса в храм или выкуп первенца. Вот об этих обрядах я немножко вам расскажу. Во-первых, это обрезание. О нем, можно сказать, наверное, совсем немного, потому что обряд более-менее известный и понятный. Обрезание как знак завета предписан в торе, и это обряд домашний. Это нужно знать и понимать, когда мы говорим об этой картине, это будет ясно, почему. Немножко дальше. Обряд, который делался дома, он не совершался в храме. Обычно после рождения мальчика была так называемая сыновья неделя, во всяком случае, в те времена, когда Иисус родился, на рубеже эр, была сыновья неделя, когда в доме находились гости, и вот восьмой день, на восьмой день делалось обрезание. Чаще всего обрезание делал отец. Сейчас есть такой специальный человек, который это делает, но тогда делал или отец, или тоже кто-то приглашенный. И был большой праздник. Два других обряда, они требовали посещения храма, и первый обряд это очищение, очищение женщины после родов. Он описан в книге «Левит». Что такое это очищение, зачем оно вообще нужно? Для того, чтобы это понять, нужно понять, что такое ритуальная нечистота с точки зрения еврейской традиции. Самое главное, наверное, это то, что она никак не связана с грехом, виной. Это именно ритуальная нечистота. То есть человек не делает ничего предосудительного, ничего запрещенного. он вообще ни в чем не виноват. Все-таки, чем заканчивается предписание? Если она не в состоянии принести Агнца, то пусть возьмет двух голец или двух молодых голубей, одного во всесожжение, а другого в жертву за грех, и очистит ее священник, и она будет чиста. Все-таки появляется жертва за грех. Это странно. В условиях того, что мы только что говорили, что греха никакого нет, и что это такое, потому что грех это понятие однозначное во всех религиях, то есть грех это что-то такое в голове происходящее или в действии. То есть это именно неправильное поведение. Опять же, первая жертва, жертва всесожжения, это жертва благодарности. Или, вернее, даже не благодарности, а добровольная жертва, когда человек хочет сделать Богу приятное, например, или когда он очищается, чтобы поблагодарить за то, что он очищается, он приносит жертву всесожжения. Жертва за грех приносится в том случае, если кто-то согрешит по ошибке, ненамеренно. Это самый легкий из видов греха. Грехи тоже очень категоризированы, как и ритуальная нечистота. И все-таки есть какой-то грех. Да, и вот есть много комментариев совершенно одинаковых в разных местах Талмуда, которые объясняют. Они говорят, что женщину приносят после родов жертву за грех за то, что она, рожая, проклинает себя, мужа и все вокруг за боль, которую она испытывает при родах. И поскольку это ненамеренно, это состояние аффекта, пусть принесет небольшую жертву за грех. Но они были людьми здравомыслящими, все-таки люди, которые эти законы писали, не понимали, что далеко не всякая женщина проклинает все вокруг. И нужно было найти все-таки какое-то другое объяснение. И опять же, если мы с вами говорим о мышлении, о мысли, которая пытается объяснить все с точки зрения ритуала, то подходит больше другое объяснение. Это то, что имеет все-таки связь родов женщины, любых родов, с изначальным грехом Евы. То есть изначально мы знаем, женщины должны были рожать безболезненно. И болезненные роды – это проклятие. И точно так же, как женщина во время истечения из нее крови, она как бы прикасается к мертвому, то есть на нее падает вот эта тень мертвого. Точно так же, когда она болезненно рожает, на нее падает вот эта тень греха Евы. И точно так же, как она должна совершить очищение, точно так же она должна принести вот эту жертву за грех, чтобы освободиться от этого прикосновения к смерти и прикосновения к греху. Еще немножко поясню про первенцев. Зачем приносили мальчика? Что такое вообще первенец? Это тоже очень большая тема, и первородство очень значимо во всех культурах древних. Первенцы очень много получали, они были наследниками, но с них и спрос был больше, то есть если нужно было кого-то принести в жертву, серьезно, кто-то был первенец. Мы видим, что в Библии есть первенцы и первенцы, то есть два вида первенцев. Первые первенцы – это те, которые описаны во второзаконии, тоже у вас есть в книжечке, это цитата, это те, которые называются начаток силы, то есть это первенцы мужчины. Первый сын, который рождается у мужчины. Второй вид первенцев – это первенцы, разверзающие лона, это первенцы по матери. Женщин, жен могло быть несколько, не обязательно сразу, но одна женщина умерла, например, мужчина женился на другой, и у него первенец уже есть, но у нее может быть первый ребенок, и, соответственно, он для них – этот самый первенец, которого нужно выкупить. Первый ребенок – первый сын матери. фигура сакральная в библейской традиции, потому что для того, чтобы понять, почему эта фигура священная, мы можем обратиться к двум текстам. Первый – это исход, 13 глава, там, где говорится вот как раз об этих первенцах, и сказал Господь Моисею, говоря, «Святи мне каждого первенца, развеждающего всякие ложи сна между сынами израилевыми, от человека до скота, мои они. И когда введет тебя Господь в землю ханаанскую, как он клялся тебе и отцам твоим, и даст ее тебе, отделяй Господу все разверзающее ложи сна, и все первородные скота, какое у тебя будет, мужского пола, Господу, а всякого из ослов разверзающего заменяй агнцем. А если не заменишь, выкупи его, и каждого первенца человеческого из сынов твоих выкупай. И когда после спросит тебя сын твой, говоря, что это, то скажи ему, рукой крепко вывел нас Господь из Египта, из дома рабства. Ибо когда фараон упорствовал отпустить нас, Господь умертвил всех первенцев в земле египетской, от первенца человеческого до первенца из скота. Посему я приношу в жертву Господу все разверзающее ложи сна мужского пола, а всякого первенца из сынов моих выкупаю». Ну, то есть мы видим, что это в память об исходе. Историю, которую, я думаю, вы все прекрасно знаете, когда последняя десятая египетская казнь, когда были убиты первенцы все, и скот, и дети в семьях египетских, а еврейских детей это миновало. И вот эта вот память встречи детей, первенцев, не обязательно уже они могли быть взрослые люди, но память встречи первенцев со смертью, избежание этой смерти, она остается в традиции. И второе, это идея служения первенцев, то есть посвяти мне. Это не обязательно убей, даже вовсе совсем не убей, а это отдай мне в служение. И очень сильна, я не буду сейчас читать тексты в целях экономии времени, они у вас все есть, очень сильна в еврейской традиции память о том, что до того, как служить стали левиты, специальные священники, посвященные, нужно было родиться в определенном колене, в колене левия, чтобы иметь право служить. Они были по официальной версии выбраны в служение после истории с Золотым Тельцом, когда весь народ приложился к Тельцу, поучаствовал в его строительстве, а левиты нет, потомки левия нет. И вот они были за это назначены служить в святилище. До этого служить должны были первенцы, то есть в каждой семье получался свой священник, это первенец, и он представлял семью перед Богом. И тем не менее, поскольку эти законы, все сакральные законы, они не имеют обратной силы, то есть нельзя сказать, я передумал, пусть первенцы не служат. Нет, уже первенцы назначены служащими, соответственно, их нужно как-то вывести из этой сакральной сферы, и для этого вводится вот этот вот обряд выкупа первенца. Память, как я сказала об этом, о том, что первенцы должны были служить, очень глубокая. Например, до того, как было, опять же, это мишна, то есть это талмудический кусочек, до того, как была поставлена скиния, то есть самый древний храм, были дозволены бомы, то есть высоты, то есть места служения не связаны с русским храмом. И служба совершалась первенцами, когда была поставлена скиния, бомы были запрещены, служба стала проводиться священниками. И еще средневековый комментарий на книгу «Исход», священники же, приближающиеся к Господу, должны осветить себя, чтобы не поразил их Господь. Средневековый комментатор Раша говорит, что священники же, не только священники, первенцы, которым следовало исполнять служение, то есть он помнит в средние века уже, что первенцы тоже должны были служить. На рубеже эр эта традиция оказалась очень востребованной, потому что было очень много споров вокруг храма, достойно ли там священство, правильно ли они служат. Из-за этого образовывались партии разные, группировки религиозные. И те люди, которые считали, что священство делает что-то неправильно, которое сейчас находится на тот момент, на рубеже эр, которое владело Иерусалимским храмом, Саддуки, они нам известны, они, похоже, возвращались вот к этой идее служения первенцев, к идее общего священства, может быть. Например, это фарисеи, которые делают общую трапезу, которые в какой-то мере замещают какие-то храмовые ритуалы. Это, например, кумарониты, которые, похоже, посвящали первенцев, потому что там нет текстов о выкупе, кроме библейских. А их сами тексты, они говорят, принеси и посвяти первенца. Но не говорится о том, выкупи его. Кроме того, появляется идея о том, что мессия, как первенец, мессия – это первенец, служащий народу. То есть мессия, которого ожидает, он будет первенец, которого не выкупают, его оставляют в служении. И вот в этом контексте, конечно, вот этот сюжет евангельский, когда они приносят туда Иисуса в храм, представляют его, но интересно, что не говорится, и выкупили его, и дали деньги. То есть они его представляют. И есть некое такое интуитивное ощущение, что они его оставляют служащим. Хотя, конечно, нет, мы знаем, что он жил дома, он только приходил один раз. Когда, может быть, не один раз, но мы знаем о посещении храма в 12 лет. Но, тем не менее, вот эта вот идея его посвящения на служение, она есть. Еще два маленьких сюжета, о которых я расскажу, это куда именно они пришли. Вот вы видели, как рисовали храм, я вам покажу, что там должно было бы быть. Это то, что мы видим сегодня. Это платформа храма, так называемая храмовая гора. Нужно понимать, что это была именно платформа, то есть храм стоял на ней. Вот он, древний храм, реконструкция. Вот это вот, да, вот стрелочка видна. Вот это то, что мы видим сегодня, более-менее реконструированное, полуразрушенное, полувосстановленное, но и аутентичные части тоже есть. И мы видим, что он был огромен по сравнению с городом, он давлел над городом, и, конечно, не как христианские церкви, он не был вписан как-то в какие-то кварталы, да, и куда-то, то есть это было основное сооружение города. Иерусалим, конечно, был город храма. Все было здесь обращено к храму. И, да, вот мы видим его сверху. Храм еврейский, опять же, нужно понимать одну, еще одну вещь, да, что, во-первых, это пространство очень четко структурированное, да, то есть далеко не всем можно было везде ходить. Вот здесь мы видим дворы. Первый двор, вот этот, назывался двор женщин, да, то есть женщины дальше ходить не могли. Вот здесь вот был так называемый двор Израиля, то есть мужчины могли заходить еще вот сюда, мужчины могли находиться здесь и заходить вот сюда, а дальше могли ходить только священники. А вот туда вот, в само здание, в первую часть могли входить священники, и то далеко не все, а совсем далеко мог входить только первый священник, святой святык, туда, где находился алтарь изначально. Потом уже в тот период, когда туда был приведен Иисус, там уже алтаря этого не было, где ковчег завета находился. То есть алтарь был единственный, был здесь вот в дворе. И он был огромный, он не был тем столом, который мы представляем его сегодня. Он был в несколько человеческих ростов, и на него нужно было восходить по лестнице. Вот здесь это более-менее четко видно. То есть вот двор женщин, двор Израиля, двор священников. Народа там было много обычно, потому что приходили туда со всей страны. Храм один, не как церквей много, храм один, приходили. Особенно на праздники. Считается, что население Иерусалима было 50 тысяч, около, плюс-минус. На праздники 125 тысяч жителей приходило в Иерусалим. И, конечно, он представлял собой такую площадь, на которой толчья. Еще представьте себе, люди идут с животными, с фруктами, с детьми, у кого какие нужды, все это туда. И тут же, значит, они разделываются, и крови много. И одно из чудес Иерусалимского храма – это то, что там не было мух, и у женщин не было выкидышей от запаха. То есть можно себе представить, если возникла вообще такая вот идея, что могло такое произойти. Как там было находиться, что там происходило. И храм походил, конечно, на кухню, но на кухню очень хорошую, то есть где кто попал, не ходит, где все четко делается по определенным правилам, все моется, все чистится, да, и все делается по определенным командам. Все расписано. Женский двор от мужского двора и от двора священнического отделяли вот такие прекрасные ворота, которые назывались ворота Никонора. Они были сделаны из меди. И мы видим, вот куда могла прийти Мария очищаться. Если сегодня вы окажетесь на Храмовой горе, туда сегодня можно попасть, если кто-то был уже, да, вы будете понимать, о чем я говорю. Если кто-то не был, то когда вы там будете, вы будете знать, куда пойти, что посмотреть. Если вы станете лицом к мечети Алякса, третье по святости место для мусульман после Мекки и Медины, и повернетесь к ней лицом и пойдете влево, то вы увидите вот здесь вот такое вот большое пространство. И увидите вход туда. Вот это мечеть Алякса на Храмовой горе. И мы с вами будем говорить вот об этом вот углу. Это место, которое называется конюшня Соломона. Вы найдете это в любом путеводителе. И есть здесь маленькая мечеть, называется мечеть Колыбели Иисуса. Если вам повезет с путеводителем или с гидом, или если вы запомните то, что буду говорить я, то вы вспомните там, что мечеть Колыбели Иисуса, она обычно объясняется тем, что когда они туда пришли в храм, принесли Иисуса, его же нужно было куда-то положить. Они же не могли его все время на руках держать, да? То есть его положили, тут им принесли вот некую Колыбельку, куда они его положили в какой-то момент. И эта Колыбель сохранилась. И стала реликвией. И, значит, вот там она хранится. Мечеть не упоминается в текстах до X века. Но традиция, связывающая это место с Марией, она довольно древняя, потому что в Коране есть две суры, 3 и 19, где рассказывается о Марии. Там не называется место Иерусалим, но говорится удаленное место. Да, и есть комментарии 8 века, Тавсиры, которые говорят о том, что это был Иерусалим, что Иисус родился в Иерусалиме, и что Мария жила в Иерусалиме. И отсюда вот это вот место, именно в связи с предшествующей традицией, видимо, было выбрано в качестве святыни в память мечети Марии, где есть Мехраб Марии и Колыбель Иисуса. Затем в конце XI века туда пришли крестоносцы. Крестоносцы были люди, доктринно обремененные. Как вы понимаете, они не могли считать, что Иисус родился в Иерусалиме, потому что они знали, что Он родился в Иерусалиме, а жили они в Назарете. Но Колыбель Иисуса, нужно как-то объяснить, что она там, что она там делает, и почему. И жалко от такого артефакта отказываться сказать «нет, все было не так, и давайте мы это выкинем, а здесь сделаем что-нибудь другое». Нет, почему? Раз Колыбель нашлась, значит, надо как-то объяснить ее наличие там. И появляется предание, которое зафиксировано в нескольких описаниях паломничеств. И вот самое замечательное из них, самое пространное, это паломничество Иоанна из Вюрсбурга. Это 12 век, 1150-1160 год. У вас его нету, потому что я только вчера это нашла, и как-то оно соединило сразу все. Он пишет. Если спустишься по главной улице, увидишь большие ворота, ведущие в широкий двор храма. Справа в южном направлении стоит дворец, о котором рассказывают, что построил его Соломон. В нем есть замечательная конюшня, таких размеров, что она может содержать 2000 лошадей или 1500 верблюдов. Рядом с этим двором стоят большие здания ордена рыцарей-храмовников, соединенные между собой, а также фундамент новой большой церкви, которую до сих пор строят. Рядом со зданиями рыцарей-храмовников, восточнее, у городской стены, был дом Семена Праведника, в котором, как рассказывают, он часто принимал благословенную Деву Марию, мать нашего Господа. Гостеприимно заботился о ней и кормил ее. Так делал он той ночью, которая предшествовала тому дню, который был сороковым после рождения нашего Господа, когда он был представлен матерью своей в храме. Держа его на руках, Семен Праведник был готов представить его перед алтарем, и он понял духом пророчества, что это тот самый, которого с давних пор с невыразимой жажды ждали про отцы, и произнес, ныне отпускаешь раба твоего. В том же самом доме, который теперь стал церковью, благословенный Семен был погребен, как говорится нам в том же стихе. Внизу в крипте, в той самой церкви, до сих пор хранится деревянная колыбель Иисуса, и показывается она с великим почтением. То есть там была церковь, в которой тоже хранилась колыбель, но он пишет, что она была деревянной. То есть это XII век, куда делась каменная, которая пишет на серхосров, не очень понятно, но тем не менее колыбель была. И он же пишет одну совершенно замечательную вещь, о которой говорила Дельшата, о которой будет, наверное, говорить Анна Ильинична. Теперь, приступая к рассказу о представлении нашего Господа, добавим сюда то, что касается его обрезания, которое имело место в храме Господа на восьмой день. Обряд этот, хотя отрезание плоти символизирует для человека отвержение зла, все же принадлежит к Ветхому Завету, каковой в нем был исполнен, а следовательно перестал существовать. Обрезание не входит в число новозаветных таинств и не связано с одной из семи печатей. И как мы уже сказали, Господь наш Иисус Христос был представлен в храме своей матерью и был передан в руки Симеона. То есть он вспоминает вдруг, что обрезание тоже могло делаться в храме. Отсюда вот это рождается идея. И поэтому священник рисуется с ножом. Они его обрезать принесли. Не обязательно его убить тут же на алтаре. И вот это чудесное сплетение, обрезание Иисуса, колыбель его там, дом Симеона Праведника и Мария там же. То есть все это в средневековом уме существовало и, по-видимому, диктовало бэкграунд картин, которые появляются в средневековье в эпоху Возрождения. И заканчивая, что дальше произошло с этим местом, после того, как в 1187 году Салахаддин захватил Иерусалим, это снова место стало мечетью, и оно было закрыто для посещения. Открыли его только для немусульман. В XIX веке появились некоторые новые описания. И вот даже эта фотография 50-х годов, единственная, которая есть, вот эта мечеть колыбели Иисуса, вот то, что это есть. Я не знаю, в каком это состоянии сейчас, потому что когда-то там можно было войти, я не знала, что нужно туда идти и куда нужно идти. А когда я уже знаю, куда идти, уже это сделать нельзя, потому что место снова закрыто. Сретение в обоих аспектах, но прежде всего, конечно, в том, который мы теперь называем восточным, это архетип всечеловеческий. На этой картинке мы видим Лао Цзи, который представляет конфуцию маленького Будду. Но неужели вам это ничего не напоминает после того, что мы видели? Одиссей возвращается домой, и его встречают свинопас и нянька. Ну, я думаю, что такого рода примеров мы можем привести очень много. Как старый шаман опознает молодого и так далее. Я немножко задержусь на сказках более подробно, чтобы показать какие-то функции, но в целом мы знаем, что это живо в культуре до сего дня, и более того, эта культура и есть. Культурная преемственность. Старик Державин нас заметил и в гроб сходя благословил. Если этого не происходит, то прерывается связь времен. Тем самым мы видим, что подразумевает, наверное, евангелист Лука, когда он эту сцену только вводит. Он имеет в виду, что Ветхий Завет встречается с Новым, да, и благословляет его, как старик Державин, иначе Нового Завета быть не может. Да, не только Новый Завет исполняет обещания Ветхого, но и Ветхий абсолютно необходим для Нового. Однако существенность здесь не только благословения, но и ситуация, в гроб сходя. Героя в сказках встречают два персонажа, которых мы видим на картине Лотто. Это, скажем, старик и старуха. Мы знаем, что это основные персонажи сказок. Там, где нет ребёночка с ними, сказка очень плохая. Мы её даже вспоминать не будем. Вот, хотя это великая сказка. А все остальные сказки обыкновенно имеют в виду, что старик и старуха недостаточно без ребёночка. Должен быть ребёночек. Старуха – это баба Яга. Она не может родить ребёнка. Она старуха. Есть варианты сказки, например, сынка Филиппка, сыночек Лютонюшка и так далее, когда ребёнок самопроизвольный зарождается. Чудесное рождение, заметим. Чудесное рождение у тех, кто не может родить у глубоких стариков. Да, и тогда старик и старуха – это квази-родители. Это подвид этой ситуации. Меня больше интересует другая, когда это разные виды смерти. Да, герой, младенец, богатырь, но маленький, да, выходит в путь. И на пути его встречают. Иногда, скажем, историк Кельтский о детстве Финна или квази-историческое житие святого Коломба, да, его ведёт мать к этому старику, да, потому что он маленький, беспомощный. В более таких привычных нам сказках он идёт сам, хотя очень мал. Да, и его встречает баба Яга, которая представляет собой женский образ смерти, да, у неё костяная нога, и кощей, то есть покойник. Слово это, это и означает кости у него. И они его награждают вопреки тому, что они должны были бы сделать, что им свойственно, если они не встречают юного героя, а, так сказать, находятся на своём месте в сказке, они должны его съесть, да, но они этого не делают, напротив, они награждают его какими-нибудь удивительными свойствами, предметами, будущим, знанием. Они его благословляют. Иногда мы видим и ещё следующий, как бы, уровень этого архетипического сюжета, когда нам приходит в голову задуматься, да, о некоторой тождественности встречаемого и встречающего. Да. Однажды в магазине при мне юная продавщица набросилась на старика, который... Он ей сказал, вы знаете, ну, я не могу быстрее, я стар. Ох, сказала она, дай бог со мной этого никогда не случится. Нет, печально сказал он, случится и очень скоро. Вот. Так вот, младенец, не всегда младенец, он будет стар, и старец не всегда был старцем. они запечатлены в двух таких образах, но можно сказать, что там, где они встречаются, они тождественны, да, например, это старый и новый год, или старый царь, которого заменяет новый. Вот в этой встрече, мне кажется, мы видим архетипическое прошлое этого религиозного сюжета. За Старым Заветом, Ветхим Заветом, Древним Царем стоит Новый Завет, стоит Старец, а за Новым Заветом и Мессией стоит вот этот, так сказать, Новый Царь, Новый Год, и они едины. Это толкование, толкование двух Заветов, да, существовало, эта история существовала уже во времена Григория Низского, да, Григорий Низский, отец отцов, в толковании на Евангелие от Луки говорит о том, что Симеон это закон. Мы можем увидеть в тексте Луки многочисленные намеки на то, что Симеон представляет собой закон, то есть портретно Моисея. Симеон это образ Моисея. Да, мы с вами хорошо знаем, что в еврейской традиции, когда мы хотим сказать, что так говорит Тара, мы очень часто можем сказать, так говорит Моше. Да, это взаимозаменяемые понятия. И в данном случае Симеон представляет Тару, но не Тару премудрость, не Тару с женским лицом, а Тару, закон Тару Моше, Тарат Моше, да, где ударение на Моше. И главная его особенность в этом смысле это та же трагедия благословения. Вы помните, что Моисею было обещано, что он увидит землю обетованную, но также было сказано, что он туда не войдет. Он умрет на пороге, умрет, увидев ее своими глазами. Ровно это происходит с Моисеем, с Симеоном. Он видит своими глазами Мессию, но жить при нем не будет. В этом смысле он новый Моисей, он встречает и должен тут же умереть. А зачем Анна? Что она делает? Обыкновенно говорится, и скажем, так говорит Иоанн Златоуст, что представляется здесь весь род человеческий и народ еврейский, и это, конечно, верно. Как Аврам и Сара древние, они как бы с двух сторон встречают младенца, представляя весь плодоносно весь народ и всю землю всех людей. Однако мы знаем также, что уже во времена Иисуса и Луки это было совершенно устойчивым выражением закон и пророки. Так вот, я полагаю, что как Симеон представляет закон, представляет Моисея, так Анна представляет пророков. Да, конечно, странно, да, что это женщина. Обратим внимание на ее удивительную биографию. Никто буквально в Новом Завете не представлен так подробно. Сказано, чья она дочь. Некого Пенуэля, Фануила. Сказано, из какого она колена Осирова. Сказано, что она живет на свете 84 года, скорее всего, да, и из них семь от девства прожила с мужем, а затем вдовеет. Да, 84, семь на 12, да, она живет сакральное число, абсолютное количество лет. И живет она всегда в храме, где она молится и постится, да, не отлучается от храма. То есть, она представляет собой такую вот женскую персонификацию Израиля, который ждет Мессию. Затем о ней сказан род занятия, она пророчица. женское пророчество удостоверено на всем Ближнем Востоке и особенного удивления тут быть не может. Она также символически представляет спасительницу и пророчицу вдову. Вот мы видим сочетание в ней всех этих функций, а также функции заведомо не быть, это оговорено Асиром, не быть священницей, быть пророчицей, но ни в коем случае не происходить священнического рода. В то время как о Симеоне не говорится ничего, и на него падает отцвет фигур нескольких Симеонов. Об одном мы уже слышали, это Шимон Бенгремлиэль, который с большой натяжкой, но мог быть этим Симеоном уж очень. Тогда, конечно, он тогда нисколько не умер в этот момент, а прожил еще, дай бог, всякому лет 40, но исключить это невозможно. Другой это Шимон Беншетах, и третий это Шимон Цадик, Симеон действительно праведный, как называется, и этот первосвященник, о котором в книге Иисуса сына Сирахова сказаны такие восторженные слова. Да, во всяком случае, ясно, что это имя должно было вызывать в умах слушателей образ, связанный с храмом и священством, а Анна точно нет. Это харизматическое пророчество. Различаются они также и в своих отношениях к Мессии. он чает утешение параклесис, она чает искупление лютрасис и обращается ко всем чающим искупления. Да, это Нехама и Геула. Значит, если посмотреть на это с точки зрения Медраша, на всю эту картину, то мы видим, что он ожидает, как сказано у пророка Малахии, прихода в храм Мессии, Менахама. Да, потому что Менахам это имя для Мессии. Он ожидает прихода того, кто утешит Израиль, как сказано у Исаии, да, у Тора Исаии, утешайте, утешайте народ мой. А она ожидает искупителя и учит тех, кто ожидает искупителя и более широко искупления, да, то есть спасения земли Израиля. Мы уже говорили с вами, что она представляет собой Израиль. Если угодно, как сильно продолжить это, то Шехину, Рахиль, да, вечную мать, вдову, деву, плачущую об Израиле. И вот ей обещано искупление Геула. А ему обещано встретить того, кто это искупление сделает возможным, кто утешит Менахема, утешителя, Мессию. И что происходит? Происходит примерно то, что мы видим в 34 главе Второзакония, ее первых стихах, да, собственно, старец Моисей умирает, успев возложить руки на Иисуса. И тот, там это Иисус Новин, да, и тот исполняется Духа и возрастает в премудрости. Иисус Новин, конечно, представляется нам взрослым мужчиной, да, но то, как его вводит традиция, и в особенности Медраши, это наар, отрок, младший по отношению к Моисею. И здесь мы опять вспоминаем, что мы видим на этой картине. Мы видим младенца и мать младенца, которая принесла этого младенца вот к этому сияющему столу, да, который занимает центр всей композиции, да. Вообще, кто был, простите, что я, может быть, вторгаюсь в область Дельшат, кто был уже на выставке, мне кажется, не мог не изумиться этой картиной на фоне всего творчества Лотта. Нет вот этих вот оглушительно алых венецианских тонов, нет золота почти совсем, нет контрастов, она вся, как бы сказать, как мечта Вейсберга, в белое и еще белое, и белое немножко по-другому, да, и, конечно, более всего бросается в глаза вот эта сияющая белизна стола, да, грандиозного стола, на который должен быть возложен этот младенец. в каком акте? Бесспорно, в акте выкупа первенца, но также очевидно и посвящение Назарея, о чем говорит то, что приносят, вот, то есть вечного посвящения в храм, и также обрезание, конечно, брака с Богом, и также я полагаю и натуральное принесение в жертву. Это и Голгофа. Да, поэтому, мне кажется, вот этот высокий двухуровневый храм как бы изображает еще и гору, и само обрезание, которое здесь подразумевается, скажем, тем жестом, которым она его передает. Художник просто, ну, одно от другого, наверное, не отличал. Это все-таки кровавая жертва. Да, хатан-дамим, жених крови, называется Бог в акте обрезания. Да, хатан-дамим, то есть тот, кто принимает кровь, и тот, кто ее проливает. Тот жених церковный, который умрет в этой крови. Вот, я думаю, что здесь предвозвещается. О матери сына говорится и тебе, иду, тебе тоже оружие пройдет душу. Что значит, меч, что значит тебе тоже? А кому еще? Он будет распят. И его крест, как говорит мать Мария Скобцова, его крест для нее превращается в меч. Тот крест, который он добровольно берет на себя, сын, становится для матери мечом. Да, возвращаемся к началу, к тому, что я говорила об архетипе. Архетип матери, героя. Он избирает свой путь. Он идет навстречу гибели добровольно. А что делает мать? Она не выбирает, она идет за ним. Она стоит рядом с ним и ничего не предпринимает. Только принимает это на себя. Стабот матер долороза. И мне представляется что вот в этой картине действительно очень пророческой. Он странный художник, он опережает, конечно, очень сильно свое время. Да, представляется некоторым образом весь узел, клубок этих смыслов. Сретение, принесение во храм. встречается здесь Ветхий Завет, Закон и Новый Завет, и предвозвещается Голгофа искупления Христа и Голгофа Израиля. Вот для чего здесь Анна. Его история или, как сказано в ныне отпущаеши, да, в гимне Симеона, о котором мы не успеем уже поговорить, но он к Деметис, да, гимн, который звучит за каждый вечерний. Там сказано «Слава людей твоих Израиля», да, «Слава Израиля его Голгофа» и «Слава Богоматери», то есть «Слава человечества, стоящего у Креста». «Слава ации stopping». «Слава Passover» Продолжение следует...